МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что на обед у комбайнеров? Виртуальный наркошоп. Задержаны двое закладчиков, один из которых несовершеннолетний. В моменту задержания часть полученного наркотика они успели разложить по тайникам. Чем закончится дело? Витаминный коктейль в самом разгаре сезон летних ягод, фруктов и овощей. Кешмиш, турецкие нектарины, испанские персики, белорусские голубика и малина. Во сколько обойдется лакомство? А также сибирский партнер, трудовые пенсии и добро пожаловать в лес. В Беларуси с 20 августа открывается сезон охоты на лося, лань и оленя благородного. Есть ли ограничения? Точек для роста предостаточно. Президент провел встречу с губернатором Томской области. Этот регион для нашей страны один из перспективных сибирских партнеров. Подтверждение тому стремительный рост товарооборота. За первое полугодие 2023 объем взаимной торговли уже увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Президент подчеркнул, нужно увеличить темп и достичь больших показателей. Абсолютно очевидно, что это крайне мало для таких мощных промышленных сельскохозяйственных отношений краев. Товарооборот может и должен быть как минимум в 2-3 раза больше. Точка роста для совместного роста предостаточно. Одной из традиционных основ нашего экономического сотрудничества является экспорт в ваш регион сельскохозяйственного сырья. И не только солода. В 2022 году начались поставки аминокислот нашей национальной биотехнологической корпорации. Этот продукт, вы знаете, жизненно необходим в животноводстве с учетом различного рода давления на нас и санкций Запада. Очень важно, что и здесь мы уходим от внешней зависимости. Белорусы готовы протянуть руку помощи и в обновлении разного оборудования. Увеличить поставки лифтов, закрыть вопрос модернизации городского электротранспорта Томской области. Не исчерпали себя еще и проекты в образовании и науке. Российский регион в тройке лидеров национального научно-технологического рейтинга страны-соседки. А Томск именуют студенческой столицей. Все тайное становится явным. Задержаны двое закладчиков. Оперативники наркоконтроля обнаружили у 18-летнего жителя Круглянского района Альфа-ПВП. Чуть позже нашли и его коллегу, 16-летнего подростка из Могилевского региона. Десятиклассник хранил почти 100 грамм особо опасного психотропного вещества 4СМС. Фигуранты работали закладчиками на виртуальный наркошоп. Распространяя наркотики на территории Могилевской и Витебской областей. К моменту задержания часть полученного наркотика они успели разложить по тайникам. По имеющейся информации, задержанные сотрудничали с наркомагазином не более месяца. Возбуждены уголовные дела за сбыт наркотиков в составе организованной группы. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Инвестиционный потенциал, арендное жилье и цифровая эра. С 1 сентября в Беларуси запланирован переход на электронные накладные. Кого затронут изменения? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Президент подписал указ о повышении трудовых пенсий. С сентября выплаты увеличатся в среднем на 5%. На эти цели будет направлен 1 миллиард 700 миллионов. В нашем государстве социальная сфера – одно из приоритетных направлений развития. Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси 4,5 миллиарда долларов в первом полугодии. На долю прямых инвестиций пришлось почти 80%. Это один из качественных показателей развития. Вклад пошел в разные проекты – от деревообработки и легкой промышленности до переработки продукции сельского хозяйства и сферы нефтехимии. В Беларуси нарастят объемы строительства арендного жилья для военнослужащих. Задачи по вводу в эксплуатацию таких квартир для личного состава Минобороны только за первое полугодие выполнены уже более чем на 98% от годового плана. Сотрудники оборонного ведомства смогут выкупать их при наличии выслуги в 20 лет, а через 25 получать в собственность бесплатно. С 1 сентября в Беларуси запланирован переход на электронные накладные. Информация для тех, кто занимается отгрузкой круглых лесоматериалов. Для работы нужны дополнительные реквизиты, электронная цифровая подпись, коды покупателя и продавца, а также номера на каждый передаваемый товар. Более десятка лесхозов уже отработали этот механизм. В Беларуси с 20 августа открывается сезон охоты на лося, лань и оленя благородного. Разрешается добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных без учета пола и возраста до 30 сентября. Допускается использовать гладкоствольное охотничье ружье с применением патронов, специальные луки и арбалеты. А без заставкой в поле специалисты Зонального центра гигиены и эпидемиологии во время жатвы проводят мониторинги пунктов питания. На контроле условия соблюдения личной гигиены и питьевого режима. Плюс наличие у рабочих спецодежды и медаптечек. Чем кормят аграриев? Далее. Дорога ложка к обеду. Александр Ступень, не покладая рук, прессует салому в рулоны с 7 утра. В полдень прямо в поле для тракториста накрывают стол. В меню рассольник с хлебом, пюре с курицей, малосольные огурчики и чай. С собой минеральная вода. Наедаемся. Не хватает на день, до вечера. Хорошая погода, надо убирать салон. Погода ждет. Потом кукуруза начнется. Почевная осень. Вкусно и сытно. В столовой филиала «Пищевик Агро» ежедневно готовят на 45 человек. Трактористам и комбайнерам еду отвозят в поле с 12 до часу. Остальные обедают здесь. Питательное меню разрабатывает повар на неделю. На кухне порядок и чистота. Колдуны очень вкусные здесь дают. И блинчики с мясом. А что можете о поваре сказать? Как она готовит? Очень вкусно готовит. Очень хорошо. Всегда блюда горячие. Нам агроном приносит каждое утро список на тех людей, которые обедают на полях. Ну а так, численность людей каждый день одинаковая, кроме выходного дня. В горячую пору держит руку на пульсе санэпидслужба. Во время жатвы специалисты проводят мониторинги. Будь то поле или столовая на контроле, условия соблюдения личной гигиены и питьевого режима. Плюс наличие у рабочих спецодежды медаптечек, списки на проверку, объекты «Невский агро», филиал «Воротынь», агрокомбинат «Бобруйский» и СПК «Гигант». У нас получены на все пункты санитарно-геническое заключение. Автотранспорт по доставке на поля также имеет санитарно-геническое заключение. То есть все пункты соответствуют требованиям санитарно-генического законодательства. Тем временем в Беларуси аграрный сезон перешел экватор. На молоты растут каждый день. Хлеборобы держат курс на шестую миллион тонн зерна с учетом рапса. К тому же очередная посемная уже на старте. Вовремя заложить основу для следующего урожая – дело не менее ответственное. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Вкусы лета. В самом разгаре сезон летних ягод, фруктов и овощей. На рынках изобилие. Прилавки кишат персиками, нектаринами, абрикосами. Наряду с экзотикой и белорусский натурпродукт. Что почем узнала Елизавета Липеева. Центральный рынок мега – притяжение любителей сезонных продуктов. Пик выходные, но и в будни не протолкнуться. Очереди за персиками, нектаринами за кило просят от 7 до 10 рублей. Плоды обычно привозят из Узбекистана. Виноград здесь от 6 до 13. В наличии и бананы, мандарины, апельсины, но предпочтение лучше отдавать свежесорванным деликатесам. Я на этом рынке два раза в неделю. Здесь самые лучшие продукты. Местные яблоки, местные груши. Есть заграничные. Летом покупаю сейчас фрукты, помидоры, баклажаны, лук, морковку. Так как дачи у меня нет. Стараемся сейчас купить ягоды, арбузы покупаем. У Саида у нас очень хорошие арбузы, сладкие. Бруснику, малину. Всё то, что нужно. В саду у нас яблоки, груши, вишни, сливы. Всё своё. А здесь покупаем абрикосы, персики, виноград. Сладкие, как мёд. За килограмм арбуза просят рубль пятьдесят. При выборе следует обращать внимание на сухой хвостик. Также спелую ягоду выделяют контрастные полосы, блестящая корка и жёлтое пятно. Кило дыни обойдётся в три рубля. Кешмиш, турецкие нектарины, испанские персики, белорусские голубика и малина. На этом рынке яблоку негде упасть. Прилавки пестрят дырами природы. Килограмм абрикосов, пожалуйста. Сладость в радость. Фрукты, ягоды – лучшая альтернатива конфетам на лето. Шоколад в жаркую погоду лучше отложить в сторону и выбрать для лёгкого перекуса малину, чернику или голубику. Такое лесное лакомство можно приобрести всего за пять-семь рублей. Всегда ждём покупателей на своём центральном рынке. У нас всегда и фрукты, и овощи свежие. Приемлемые цены. И на помидоры, и на огурцы. Для сезона закаток здесь есть буквально всё. Стоимость перца в среднем – 3,50, помидоры и огурцы – по 2,5, кабачки – по 50 копеек. Вкусное лето в банке из натуральных белорусских овощей точно порадует в прохладный зимний вечер. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Это всё и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»